смотрите вот такой вот листик серебра серебряных монет привет всем зрителям и подписчикам моего канала в этом видео я покажу вам покупки которые сделал в этом месяце расскажу что за монеты я приобрел почему их купил и в целом поговорим о том что стоит сейчас покупать а чего покупать не стоит начнем вот с этого пакетика черного здесь две монеты которые купил у блогера у вас здесь две монетки 96 года это две копейки в отличнейшем состоянии просто коллекционная 96 год и вторая монетка эта копейка действительно те монеты которые можно показать можно положить к себе в коллекцию в отличнейшем штемпель нам состоянии именно от 1 и 2 копеек у меня не хватало хоть у меня есть и набор давайте покажу вам 96 года с этими монетами здесь есть полностью коллекция я не решил отсюда доставать перекладывать их в альбом и потому что действительно это пор который ценится как набор который выпускался одним из первых у нас в украине так что я решил докупить эти монеты отдельно и такая отличная возможность спасибо михаил за то что он продал для меня эти замечательные две монетки давайте дальше смотреть что я приобрел дальше и самое главное вот в этой коробочке друзья так что сейчас мы перейдем посмотрим что у нас приехала с почты отлично упаковка никакого скотча видите здесь монетки 5 копеек друзья как вы знаете эти монеты у нас уже выводится из обращения и особенности этих монет то что они наборные то есть данные монеты доставались из набора 2012 год вот такая замечательная монетка пру в состоянии следующая монетка у нас 2006 год мы видим 2006 немножко поцарапана капсула но я думаю можно приложить или в холдер и 3 монетка 2011 год почему же я купил эти монеты во первых у них очень маленький тираж это 5000 штук заявлено в наборе это раз 5 копеек уводит из обращений скорее всего 5 копеечные монеты как и другие монеты которые будут выходить из обращения подорожают в цене у меня есть коллекция 5 копеечных нужно было добрать некоторые года для своей коллекции кстати ссылочка на видео есть в описании в таком вот альбом чеки ну что же давайте перейдем к самому интересному что же здесь наверняка вы уже видите личная упаковка это сайта виолити шоп мы видим здесь альбом для монет с листами вот такой вот альбом ну мисс как видите но давайте посмотрим что же за альбом и какие монетки в него будут размещаться листы для хранения монет 20 штучек до 34 миллиметров диаметром монетки что давайте разместим монеты в эти листы на ощупь очень прикольные такие пластиковые листы производства украины это бренд виолити выпускает эти листы для вот таких вот альбомов немецких ну мисс отлично по размеру подходит давайте посмотрим как тут они будут монетки размещаться таких листов у меня еще не было здесь вот так достается серединочка и сбоку размещаются монетки давайте попробуем разместить начнем например украинских десяток до посмотрим как они сюда становятся мне кажется вообще супер идеально вот у меня 18 год и потом перейдем к серебру я размещу серебряные монеты посмотрим как они будут выглядеть дальше будем размещать уже девятнадцатый год монетки у меня на канале кстати обзор есть довольно плотненько видите размещаются крас который мне очень нравится монетка и у меня есть эти монеты покрытые золотом 999 пробы я брал их для конкурса в принципе конкурс продолжается на 35000 подписчиков так что пишите кто участвует там ссылочку я на конкурсное видео оставлю в описании как наша десятка сюда поместится мне кажется вообще очень круто выглядит сейчас еще одну монетку разместим кстати покрытие золотом делали ребята золотой слой оставлю ссылочку на них очень качественно долго гарантия у них на то насколько это профессионально сделано на покрытие именно золотом чего угодно вот давайте размещать в эти замечательные листы посмотрим как она смотрится и довольно прикольно смотрится смотрите как ну вот смотрите разместились давайте разместим сюда еще каких-нибудь наших обиходных монет да у нас выходили 1 2 гривны в восемнадцатом году еще пятерка восемнадцатая была пробная потом в девятнадцатом году у нас было 1 2 гривны девятнадцатого года была пятерка девятнадцатого и возможно будет десятка тоже у нас 18 19 мы еще не знаем я размещу здесь тоже такую монетку покрытую покрытую золотом да посмотрим как она смотрится в целом выглядит довольно прикольно давайте и здорово что можно размещать монеты собственно разных размеров да то есть в зависимости от того какая у вас монетка тот диаметр вы размещаете и она довольно плотно там находится не выпадает довольно таки сейчас я еще покажу с еще меньшим размером монет такой полостью лист посвященный монетам украины получается у нас и размещаем его в кармашек раз довольно плотненько зашло ну вот смотрите лист посвященный монетам украины юбилейным соответственно и обиходным довольно неплохо смотрится давайте глянем как она вляжет в альбом кстати альбом тоже с виолити shop ну вы видели эти альбомы пользуюсь я очень жду когда украинские производители будут делать что-то подобное качественное клёвое стильная и действительно долговечные потому что это важно чтобы монетки хранились в правильном формате до с хороших материалов сделаны то есть не купленные в китае например не уверен что в китае новые листы обычно к сожалению там слабенькие вот все о первый лист у нас есть первый лист у нас есть вот так вот он выглядит это можно брать сейчас будем заполнять следующий следующий листик давайте немножко царских монет разместим посмотрим как они будут смотреться вот такие вот здоровенные монеты как они будут смотреться в таком листе я сниму перчатки потому что я люблю серебряные монеты держать в руках вот ну плюс тут такое состояние что как бы можно без перчаток нет прям супер штемпельного блеска или proof состоянии так ну что попробуем разместить такого диаметра у нас рубли помещаются кстати очень приятная цена как по мне для того чтобы там взять хотя бы там листов 556 листов достаточно прикольно можно их развести туда все свои монетки которые у вас есть и они будут там плотно классно хранится вот немножко советского серебра увидите у меня состояние монет такое себе к сожалению не супер хорошая ну она осталась по наследству бабушек дедушек так что можно можно оставить пока в коллекции хотя и я знаю что коллекционеры берут монеты в штемпельном состоянии и это важно я считаю что именно штемпельные монеты будут расти в цене когда монета в таком убитом состоянии но она просто как в данном случае это экспериментальная монетка для чистки или просто лом серебра вот эти монетки из польши может быть кто смотрел мое видео польская там я это я брал продан аукционе но с польши тоже привозил монеты с музея вот кроши так ну что у нас тут серебряный лист заполнен смотрите как смотрится как-то вот он так немножко изгибается но как только ты заполняешь он выравнивается так давайте посмотрим что еще у меня есть по серебру что можно классно заполнить это конечно мои тетрадрахмы которые отлично просто мне кажется поместятся хотя они довольно толстые до довольно толстые даже не знаю насколько это комфортно такую монетку наверное не очень правильно хранить в таком формате но зато можно хранить мелкие монеты то есть если ваша монетка очень очень маленькая и вы боитесь ее потерять и не хотите ее в колдере хранить ходе дел так вот иметь возможность быстро переворачивать и не хотите квадрокапсулы или как-то по-другому давайте попробуем ее так разместить посмотреть как она будет смотреться ну то есть смотрите ребята что по размещению то есть очень все монетки легко входят и саши тетрадрахмы довольно у них вот видите как как выглядит они то довольно толстенькие но смотреть мелкие монеты очень круто размещаются довольно плотно сейчас мы добавим я для примера хотел показать вам как в храните так вот этих тетрадрах не буду в 10 а эти монетки можно оставить и мы можем попробовать разместить в кармашек с легкостью входят они в карман давайте сейчас эти серебряные добавим смотрите вот такой вот листик серебра серебряных монеток у меня не так много фактически это моя вся коллекция вот надеюсь конечно в будущем у меня пополнится каким-то серебром кстати сейчас все падает нумизматика немножко просаживается по стоимости ну посмотрим как это будет у нас и вот кстати каких-то дополнительных листов я не брал между ними вот и в альбом вот так вот они размещаются смотри довольно аккуратненько выглядит вот ну все таки я бы наверно какие-то еще прослойные листы брал чтобы было на белом фоне или на черном было бы интереснее смотреться вот такой вот ну хотя видите довольно тяжелый сильно тяжелые монеты вот именно как тетрадрах мы они конечно если стоять будут будет немножко как оттягиваться я бы рекомендовал тогда вот эти наверное не добавлять более легкие монетки замечательный альбом замечательные листы я безумно рад что у нас в украине начали производить такие листы это просто круто у меня еще никогда не было с таким форматом размещения как видите и и такие мелкие можно легко размещать и об монеты украины кстати нормально без каких-то этих хорошо распределился вес вот друзья напишите что думаете по поводу листов хотели бы ли вы так хранить свои монетки в так в такой вот папочке ссылочку где покупал я оставлю в описании вот надеюсь она будет вам полезно давайте поддержим нашего украинского производителя и я ну по моим ощущениям довольно плотно качественно сделано то есть это не те листы которые будут знаете прилипать очень мягкие и даже как-то ну конечно воздействие ни в коем случае не оставляйте на солнце не оставляйте в жарких помещениях свою коллекцию потому что что угодно может произойти в плане воздействия климатического но по моим ощущениям довольно плотные и качественные листы за ту цену которая сейчас есть это просто мне кажется супер подписывайтесь на канал друзья ставьте лайки кому понравилось и до новой встречи всем пока